А во мне целая обойма, обойма Внутри вырос темноту, по-другому залетел в толпу Давай! Снег! Ты увидишь, как полыхнет в весь твой микрорайон огнем Я шлюю все на самая, сын предлагает укрыть ко мне Так полы вернемся Сложно, не к нам это, практически Всем привет! Вы на канале АМФИРСТФИЛ И сегодня я буду вам рассказывать бэкстейдж и изнаночку второго мероприятия Шабаш Мероприятие, в котором я лично принимаю участие вместе с нашими партнерами из ГНГ С братишками, я бы сказал, даже вот-вот-вот здесь вот они Как прошло первое мероприятие, наверняка вы в курсе Это все было показано на канале, вот здесь вот где-то будет ссылочка Какие были сложности, какие изнанки и всякие внутренние приколы, бэкстейджи Все, что вы так сильно любите в этом формате, все будет здесь Поэтому обязательно подпишись на канал, поставь лайк авансом Мне правда это нужно, потому что Ютуб душит нас шо пиздец Шабаш в Питере, что же там было? То, что надо было делать Шабаш в Санкт-Петербурге, было понятно еще в день мероприятия в Москве И очень-очень-очень-очень сильно хотелось, так говорится, не ударить в грязь лицом Но по итогу мы собрали со списками где-то больше полутора тысяч человек Как это произошло, до сих пор не понимаю Но во многом, как всегда, благодарен своим товарищам, которые отозвались и влетели на Шабаш Артисты, это 95% успеха этого мероприятия, спасибо чувакам Мужики, дай бог вам здоровья, очень сильно вас люблю Вот мы, соответственно, решили с пацанами с ГНГ, что типа давайте делать второе мероприятие И изначально мы хотели взять клуб поменьше Потому что обычно в Петербурге вообще сборы в среднем хуже, чем в Москве Типа процентов на 20 по личному моему опыту Но мы собрали больше Тут ребята из Авроры такие У нас свободная дата, кстати Изначально эта дата стояла на 10 число Это был мой день рождения Но 10 числа были следующие мероприятия в Санкт-Петербурге Это было двухдневное стереолето Электрополис Куоком Атланта-фест был Короче, люди точно бы не пришли к нам, как мне казалось И мы в итоге типа перенеслись на неделю Что в целом я считаю правильным решением К этому мероприятию мы подошли с большим размахом Добили побольше света и сделали шоу С нашим светорежиссером Артемием Коржом С которым вы, возможно, знакомы по работам с такими артистами, как Маркул Куок Первые концерты Мазелова И вторые тоже Короче, бля, великий человек Очень его люблю Долбоеб, правда, но очень люблю Мы составляли буквально какие-то световые схемы Ну как мы... Корж присылал Вот вам скрины Как это выглядело изначально Я очень сильно смеялся с этих световых схем Потому что это напоминало чем-то Давай поженимся Вот это все еще выглядит У нас у нас는 Оп, оп Потом она бац берет Такое, короче, делает Оп, вот такое, блядь, в поле Такая Бац Оп Ну, звука завезли побольше Всем раздали инейры, микрофоны Короче, потратились мы прилично Но главная трата, как всегда, была алкоголь А алкоголь, блядь, лился рекой нахуй Я пацанам сказал, что берите все, что хотите и так далее Типа просто мы здесь фактически даже не для того, чтобы просто заработать ваши прекрасные деньги с билетов А чтобы всей толпой как-то отдохнуть И мужики нажали на кнопку алкоголя Это будет видно впоследствии Пили мы кромешно Кто не подписан на телегу шабаши, мы там общаемся по мероприятиям И вообще много контента там прикольного есть, подпишитесь на соцсети Как добрались, заехали, очень сильно хотелось спать Но в Петербурге в это время был Питерский экономический форум И, собственно, с оборудованием были некие накладки Мы забыли почему-то про креопушки Которые заказывали за два часа до мероприятия И вообще много-много-много-много было какой-то суеты В итоге, саундчек Радио народ хип-хопом подрывает толпы Витей Максима К, что-то вроде бомбы На саундчеке было много всего классного Кроме того, что все мужики, естественно, опаздывали Просто у нас был четко выстроенный тайпинг Исходя из которого пацаны должны были быстро отчекаться Но там опоздали Мазела Айка приехал без голоса Мы вызывали ему фонеатра Короче, все радости и прелести организационной работы На фактическом фестивале Мы познали с пацанами из ГНГ Спасибо большое, Артем Вараб Тебе лично за то, что мы добрали туда побольше администраторов И как в Москве Меня никто не спрашивал во время моего сета Где же найти туалетную бумагу Или еще что-то в этом духе А ведущим этого бэкстейджа, как и в прошлый раз, был Андрей Ратосик По понятным причинам Потому что я не сильно вывозил Параллельно организовывать фестиваль на полторы тысячи человек с мужиками И еще и бегать там бэкстейдж снимать Я вот это вот теневые хроники Вот это вот все не умею Я буду буквально с вами сейчас смотреть это все в первый раз Что он там наговорил Я не знаю, но люди говорили, что это имба Попробуем оценить Итак, всем привет Наш новый выпуск Шабаш Давно не виделись И сегодня мы решили снять для вас новый видеоблог Он же бэкстейдж Для разогревчика проведем вам небольшую экскурсию Спасибо, а теперь пойдем на улицу Человек с красивыми штанами у нас прямо сейчас попадает жертвой Подошел к тебе исключительно из-за твоих охуенных штанов Давай сразу начнем с... Шоу, сколько стоит твой шмот? Штаны, кроп, 2400 рублей Паленые конверсы за зону за 2400 рублей Носки, спортмастер, 500 рублей за 5 пар Футболка, офигенный мерч Германа «Наше последнее лето» 2000 рублей Че, на кого пришел вообще? Пришел послушать хорошую музыку И прекрасные выступления диджей-сет Дрейка Да, первый есть Ты пьяный? Нет Мы против алкоголя, все правильно Будешь пить? Нет Мы против алкоголя, все правильно Тут подошел, соответственно, не из-за супер красивых штанов Потому что здесь шорты исключительно Но по взгляду понял, что надо сюда Надо сюда На кого пришел? Я волонтер Я русский! Мои друзья, танца! Я русский! Что ж, а кого слушаете вы? Из присутствующих всех Слэм пойдешь? Конечно, пойду Будешь разводить или просто участвовать? Я разводить тоже буду Ты у нас саппорт, да? А саппорт чей? Я слышал то, что тут у каждого исполнительно свой саппорт Как это делить? Саппорт фрио Ну, а вы кого-то конкретного? На там концерте Юга 404 и Лиду Спасибо Ну, мы рейвстаг, вот саппорт Мазелова А, это вы саппорт Мазелова Вам треклист уже переслали, правильно? Спасибо Ребят, саппорт, если что, это ребята, которые слэмы разводят Устраивают интерактивчики и делают, в принципе, выступления гораздо интереснее Вот, так что это все благодаря вот таким вот активным бразам А вы еще пиже, потому что вы приходите на концерты и разъебываете с нами Ребят, респект Я надеюсь, это все было слышно, а то я микрофон забыл поставить Ну, он вас комплиментами закидал, если что, короче Вы тоже, вижу, у нас саппортер, правильно? Да Рэп пишете? Ну, если честно, еще нет Планируете? Обязательно На хуя На кого пришли? Ну, изначально я пришла на Мазелова Ну, как вы можете заметить, не только На Лиду На Мазелова На Стэда Ди На Юру На Рокки Что там еще есть? Ну, короче, я всех слушаю О, привет Это, кстати, Жока Луни Тоже человек, которого я сегодня бы планировал доебывать Стример, известный музыкант Вот Исполнял такие песни, как Автобан Че? Че пришел вообще? Илья говорил, короче, говорит Можешь, пожалуйста, мне очень сильно помочь? Мне нужна твоя поддержка Массаж уретры И, в общем, я решил ему помочь Вот Сегодня я специально размял все свои пальцы Илюша сегодня будет в самом хорошем настроении Любимый трек из всех здесь присутствующих исполнителей Слепнот, before I forget Стой, стой, стой Не перематывай, пожалуйста Потому что сейчас важная информация Которую мне срочно нужно до тебя донести У меня стартует Уже стартанул Конкурс для битмейкеров и для продюсеров В коллаборации вместе с ProDroom Я очень давно хотел сделать какой-то творческий конкурс Для артистов и для битмейкеров Долгое время не решался к этому Но, как будто бы сейчас пришло время Спасибо большое пацанам из ProDroom Что дали мне сделать такую прикольную акцию Специально для вас На всякий случай скажу, что ProDroom Это сообщество для продюсеров В котором парни делятся всякими фишками, инфой, полезностями Их цель сплотить комьюнити продюсеров То, чего нам так сильно не хватает в российском сегменте, как мне кажется Чтобы каждый мог помочь себе найти единомышленников Как-то поколлаборировать Помочь в поиске клиентов И вообще много-много-много разного Так вот, конкурс Вы по ссылке внизу в описании сможете найти Всю подробную информацию о том, как конкурс у нас проходит Если что, приз это для битмейкеров Это коллаб со мной Для продюсеров возможность выпустить свой трек С моим продакшеном Короче, суть конкурса для битмейкеров Вам даются два лупа, которые сделаны мной И еще дается стэш-кит из ваншотов, драмлупов и всяких дополнительных полезностей Которые я обычно юзаю в своих проектах С этими звуками вам нужно сделать аранжировочку Тем самым сделать небольшой такой коллаб вместе со мной И залить его в приложение Punch С хэштегом showcase first fill И прислать ссылочку на битву Предложку вся инфа будет, если что там внизу Я очень сильно жду ваших работ Потому что мы будем их слушать на стриме Я, скорее всего, позову каких-то гостей Которые будут мне помогать разбираться в ваших работах И вообще очень страшно Очень хочется услышать, что же вы там сделаете Если что, подробная информация внизу Теперь для артистов Ребята, дорогие артисты Я сделал два битоса Которые вам, возможно, понравятся Это Garage битос такой попсовенький, лиричный И сама по себе коммерция такая Ну, я очень горжусь этим битом Я долго думал, стоит ли его вкидывать Он специально для вас Делайте хиты Реально, просто это топ хитяра Если что, в конкурсе будут три победителя Первое место получится от меня коллаб, консультацию Мы с вами созвонимся, пообсуждаем А также, типа, битос выкупит приложение Punch Напомню, что мы все ваши работы будем отсматривать на стриме Если что, вся информация в Телеграме вон там внизу Ждем очень сильно вашей работы Ждем очень сильно Подписывайтесь, пожалуйста, на Телегу На ProDroom Спасибо, ребята, за то, что помогли мне сделать этот конкурс Жду вашей работы Правда, очень сильно заинтересован в том, чтобы это все получилось Продолжаем Артист Серьезно Серьезно Вырежем это полностью Мы против этого, у нас такое запрещено У вас где? В нашей стране Да О! А вот и пиво А вот и пиво Приехало, кстати Специально даже Специально ждали Специально ждали Вот этого красавчика Благодарю Ну вы просто Спасибо огромное Ваше здоровье Это хорошее выступление И чтобы у Артура все было хорошо в дальнейшем Я надеюсь, что мы выступим как смазка на залупе Все? Нихуя, Андрей Да Хруто Мы против алкоголя, все правильно Понизил градус, чтобы выёбываться Долбоём, блядь Сука Чем я люблю мероприятия Шабаш? Вот здесь вот у меня в сердечке Очень сильно откликается то, что Это мероприятие, в которое я вкладывал И пацаны это тоже, как я понял, чувствовали Вот это вот всеобщая Общность, которая присутствует на мероприятии Все пришли, все друг с другом знакомы Кто не знаком, знакомится Что в зале, что на сцене, что в гримёрке Что вообще где угодно Ощущение было, как будто это чуваки Пришли ко мне домой Никто не вёл себя неподобающим образом Типа, спасибо вам огромное Вообще, каждому, кто был на мероприятии Потому что Реально, я такой синергии На концертах сольных артистов Часто не встречаю А тут ещё и перемешанная Сборная солянка из аудитории Куча артистов И все вели себя супер Саппорт командам отдельным Спасибо, хочется сказать Которые приехали Мужики Реально, на сцене Было супер с вами находиться Это было очень круто Привет Привет Чё ты вообще? Да я этот Немножко волнуюсь Немножко пьяный? Не Не-не-не Мне пока хватит Подожди Сейчас Меня надо всех допросить Потом уже продолжим Сколько у тебя треков сегодня? Ну что ли? Полчаса Как получится 10 Напой Самый любимый твой трек Из всех Которых сегодня будут играть Дисна Шрека Напой Надо под это подставить Что-нибудь будет Открывающим артистом Прекрасным Вообще Диджей сетом Встретил наших ребят Дениска Дрейк И нужно понимать Что До этого Дрейк на шабаше Выступал фактически Как артист Который просто составил плейлист И я за него там что-то сводил Там вот это все делал Какой-то диджейской работы От Дрейка было минимальное количество И как-то мы с Денисом сошлись на том Что Денису надо бы научиться Потому что у него На мой вкус Уникальный свой какой-то подход К подбору музона И Денис пошел к нашему общему товарищу К Никите Вайтвейлу Который собственно является диджеем Многих концертов в Санкт-Петербурге Обучаться И Денис на полном серьезе сидел Учился Пробовал Жмакал кнопки И это было его первое выступление Я за него честно скажу Переживал Хотя и говорил ему Что он хуесос Он прямо сейчас Кстати Дрейка Можем лицезреть на сцене Первое адекватное его выступление Начнется именно здесь Именно сегодня И я очень надеюсь То что многие люди Пришли именно из-за него Чтобы лицезреть Это замечательное мероприятие Потому что человек учится Он со своим учителем стоит Было очень мило Смотреть на то Как его батя пришел Короче все это подснимал Но на мой вкус Денис справился Типа со своей задачей Безусловно Никитос ему в некоторых вещах Помогал Я там где-то подлетал Но в целом Он молодец И люди действительно Кайфанулись О диджей сайта Как я это могу воспринимать А плюс еще психологически Немного типа некомфортно Играть свой сет Я уж точно про это знаю Пока там заходят люди Еще не особо разогретые Но Денис справился С своей задачей И на максимум Спасибо тебе большое Денис Питер, разъебите! Питер, спасибо большое вам за этот диджей сет Было очень волнительно Спасибо вам большое Что реально подпевали Поддерживали Бля, респект лютый Ребята Я очень рад Что я делегировал съемку С ролика на свой канал Людям, другим Очень приятно Прямо скажем Я не знаю что там будет Но вот будет Вот где-то здесь Комментарии И там как бы Я выскажу все мнение По поводу всего происходящего Сейчас я пока пью Я еще не в говно Но очень хочется Смотрите на это ебало Реально Оно просто Оно В ахуе Перманентном Господи, как же мне тебя жалко Молодой Но ты молодец Ты справился Ты справился Первым артистом Читающим реп На мероприятии Шабар в Санкт-Петербурге Был Кирюха Рокки Мы с Кирюхой давно Договаривались о том Что было бы круто Если бы он залетел Первых артистов Вот там Дрейка встретили Типа классно Всякое такое Но когда вышел Кирилл первым Я за него тоже переживал Что его как-то не так встретят Но бля Саппорты Просто умнички Разводили Слэмы Подпевали Несмотря на какую-то Относительно Небольшую часть Аудитории Которая у Кирилла есть Относительно всех остальных пацанов Кирюху поддержали ПИДЕСЬ Hart М official Армазия Общий Не больно, не больно Заят, пора домой Заят, ещё тупая У меня нет бабок Но я ещё выкупаю Что, ну, пора домой Заят, ещё такая тупая Все! В этой парике Где? Но мне не до девочек Я не понимаю, где Мои таблеточки Я не понимаю, где Мой вагонщик голубой Я пьяный в экономе Еду ночью гал После Кирюхи выходил Наверное, один из моих любимых артистов В русской рэп-индустрии за, если брать Совокупно, где-то с 2013-2014 года Мне буквально каждая его работа Там в той или иной степени нравится Очень сильно. Федя Стыди раздал Просто жёсткого груба Прям пиздец. Я прыгал Под него, как Сумасшедший какой-то, типа, вот честное слово Он прыгал, 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 прыгал Прыгал, делал, 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 валил Ещё Никита подлетел, ему начал скримить Ну короче, было круто Уже выходили, но народ тут был чуть-чуть поменьше Всё, находим человека Я вижу, я вижу, я вижу Россия! 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 Привет! Привет! Чё делаешь Чё делаешь? Ну как дела? Ладно, любимая песня из тех Всполнителей, кто сегодня здесь выступает Наверное, стикер или Лиды с Крэзи Мега Хэллом Напоёшь? Я подарю тебе небо Я подарю тебе стикер А дальше? А два варианта ответа можно или один? Правильный Вариант С Я выберу Б А чё там? Я не помню Ой-ёй-ёй-ёй-ёй Спасибо Это ваше здоровье получается Кого пришли? Айко Песня любимая? Неприязнь Дрейка знаешь? Нет Пока что закончили, наверное Надо тортик покушать И пойти пиву попить немножечко После Феди Стэди выступал мой Вот действительно, вот прям, наверное Самый близкий человек среди всех выступающих Опять же по совокупности Это Федос Федос Букер Человек, который приехал меня поддержать На московский шабаш И вообще изначально мы, когда планировали мероприятия в Питере Думали вообще сделать Какую-то сборную солянку И презентацию альбома Юг 808 Который вы должны обязательно послушать Там есть отличные песни И невероятно приятно, что весь этот альбомчик Был исполнен на шабаше И знаете чё? Мне было прям невероятно смешно Когда Федя вышел на сцену Такой привет У него начинает играть песня Кадиллак и Хубло И буквально весь зал кричит Я хочу его Кадиллак И он в микрофон сам говорит Вы чё, слова знаете? И начинает валить А учитывая, что у Федя давно не выходила музыка Он очень давно не выступал с сольными концертами Так где-то у кого-то, где-то гостями и так далее Но соль на его сет Просто мясище А в конце ещё вылетели Серафим и Пирокинезис Пирыч-то как бы он изначально в лайнапе был И они, видимо, заранее договорились Но к моменту, когда я включил песню Некуда бежать Ко мне один из организаторов подбежал И говорит Там, кстати, Серафим в гримёрке И я, прикиньте, прям пока играла песня Пока Федя читал куплет Убежал в гримёрку Подбегаю к Серафиму Говорю, брат, вот тебе микрофон Давай, иди спой, тыры-пыры И выход Серафима, наверное, был неожидан Не только для зрителей Но даже для выступающих Букер сам там стоял А-а-а! Да ладно! Да ладно! Еще у Седи был прикол Связанный с тем, что он отжимался каждый день До своего дня рождения Уже на данный момент он не отжимается И слава богу, потому что сколько можно Как бы уже быть здоровым человеком И кто-то из зала на телефоне Вот так показал, давай отжиматься Что-то, погнали отжиматься А к этому моменту мой друг Фёдор уже изрядно так Ну вы поняли? И... Давай! Все! Восемь! Поддержите фугос! Девять! И последнее на тоненького Ни одно доброе дело не должно остаться незамеченным Поэтому я прописал себе пятка Ну и безусловно нужно отметить выступление Коли Юга С их совместными с Фидосом песнями С альбома Югл 708 Колян, повторюсь в очередной раз Один из самых любимых моих артистов В нынешнее время И я вот жду, когда Коля, когда уже ты хайпанёшь Пожалуйста, слушайте песню Коля Юга 404 Он невероятно крутой Восемь, ноль, восемь Восемь, ноль, восемь Восемь, ноль, восемь Если не хочется лето Все закончим Полоски ссоры на кедах Просто по ночи Дай тебя обнять Восемь, бедный корни Улетал в небо Отпускал корни Под бесконечной луной Она это все смотрит, рыдает И молится Богородице И Роскомнатцу Готовы, молодежь? Садичка, Дашенька У тебя до полосы верошены Все наши мы Это искусство Вежды меня ничего не чувствую Но вы скучно, грустно Режьте меня Ничего не чувствую Это искусство Режьте меня Ничего не чувствую Режьте меня Ничего не чувствую Шаба! Далее, после выступления Букера с Юга выступал наш хороший товарищ Влад Айка У Влада была большая проблема с тем, что Когда он приехал на площадку Как выяснилось, у него не было голоса И он вообще не мог выступать И мы очень экстренно искали врача Для того, чтобы он смог все-таки перед вами выступить Приезжал конкретный фониатор И несмотря на какие-то свои проблемы со здоровьем Владос раздал нормальность Телька После разноса Феди и Юга Вот эти ракешные запилы от Влада И там очень такая глубокая достаточно лирика Выглядела со стороны Как и небольшая передышка И в то же время осознание Такого вот этого резкого перехода в жанрах Вот здесь для меня был такой стык Когда я не очень понимал, как сработает эта аудитория Но люди еще больше, больше, больше Начали поддерживать Влада За что в очередной раз хочу сказать вам спасибо Спасибо огромное за то, что вы такие клевые Ощущение, как будто спело, пласть там Уоу! Мне не нужно, по коуст, вырос в реке таком В атмосфере врагов, где поебать на загон Хочешь вырвать кусок и транс, пока не сдох У меня есть музон, вы не делаете по всему Только для полного счастья Я хочу за всем, но всегда попрощаться Я хочу простуться в заколоченном ящике Я хочу, чтобы не показывать себя настоящим А дальше в маршрутке начался полный кошмар Потому что следующим выступающим был мой хороший друг Андрей Пирокинейс После шабаша некоторые фрагменты выступления с диджейсетом от Андрея Пирокинейса Разлетелись по некоторым пабликам Кто знает, тот знает Андрюха собрал очень уникальный диджейсет Там было все, от шамана до джубили От МЦ Лучника до песни Льва Лещенко И там Гардемарины, все-все-все-все было И честно говоря, на месте Андрея я бы дрифанул немножечко вот это вот все Ставить, но люди буквально не вешать нос Гардемарины подпевали Хлопали По отзывам я могу сказать, что выступление Андрея Пирокинейса Наверное было, ну там точно топ-2 Среди всех вот этих комментариев, которые я начитался после мероприятия Андрюха, бля, люблю тебя Давай побольше диджейсетов тогда будем тебе ставить Ты прям супер крутой Андрей попросил выдать ему по райдеру следующие вещи Резиновая свинья Пистолет с пистонами Обязательно стреляющимися, две пачки Жвачка с электрошокером Короче, угорали все знатно Дальше, возможно, то, с чего вы еще никогда не слышали И, возможно, еще не готовы к этому Еще, еще, еще Галат Галат, полный Галат, я люблю тебя Ручки, воздух, все Брат, рэперов здесь нет сейчас Не знаю, где искать их, но я знаю, где начать Я чувствую эмси за мир Отдай мне целый ручан Ты увидишь, как полыхнет, весь твой микрорайон огнем Я шлюемся на Самая, сын предлагаю приехать ко мне Друзья, напоминаю, соси в такси Друзья, все вместе Первая причина После Андрюхи выступал уже я со своим диджейсфетом И, честно говоря, очень долго собиралась вся эта история Я очень сильно не хотел по схеме разогревов концертов Когда ты должен поставить побольше известных песен Для того, чтобы люди качались, 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 действовать И я попробовал немножечко поставить музычки, которые мне в большинстве с вами нравятся Но при этом делаю упор все-таки на танцевальный жанр И я знаю, что не совсем все, наверное, выкупили все сходу Но что могу точно сказать Атмосфера была лютая Я давно такого не встречал Мне было очень-очень-очень комфортно играть В принципе, это какой-то бойлером был Я играю, вокруг меня мои друзья В центре зала полный слэм Но важно, что конкретно большим моим желанием Было, чтобы Андрюха Пирыч и Федя Стэди И люди, которые очень долгое время работали вместе И люди, которые одни из первых подтягивали меня на диджейские вот эти вот всякие приколы В Москве, в Петербурге мы до сих пор с пацанами стараемся сотрудничать Я очень сильно хотел, чтобы они исполнили важную для меня песню «Без промаха» Можно, вот вы исполните Вот у меня день рождения, мне очень важно Да, пацаны исполнили песню «Без промаха» на сцене Это, поверьте мне, как ярому пиростеду Для моей души это было что-то с чем-то Плюс я на мероприятии «Шабаш» еще праздновал свой день рождения, ребята С днем рождения! С днем рождения! С днем рождения! С днем рождения! Криков «Артур, с днем рождения» я, по-моему, наслышался от каждого артиста От зала, от всех Я думаю, что здоровье у меня будет хорошее Потому что разом полторы тысячи человек Где-то раз пятнадцать пожелали мне его напрямую на сцену Вот так вот своими вибрациями Хреначили в меня Прикиньте, вот реально У вас на дне рождения было полторы тысячи человек? Вот у меня не было никогда Я никогда не мог себе представить, что такое может быть А мои друзья подарили мне такой праздник Мило! Не знаю, бля, не знаю, что еще можно сказать на эту тему Это непередаваемые эмоции И до сих пор, когда пересматриваю Вот сейчас это все И слеза небольшая накатывает Это лучший подарок, который вы могли сделать Представь себя, пожалуйста, кто, блядь? Илюха Мазелов Молодой янгтрапа бой Шабаш, 17 июня, приходите все А, блядь, это уже после выйдет Приходите на мой тур На следующий шабаш Да И мерч покупайте Покупайте мерч Я еще вообще не пил Но сейчас буду Зато я посрал уже Видишь, настроение хорошее Ну что, перейдем тогда к классическим вопросам Сколько треков исполняешь? Семь Сегодня только семь На удивление, ты единственный, кто знает, сколько он исполняет треков Никто не знает? Нет Коля даже не знает, сколько времени он выступает и сколько у него треков Я думал, что я самый безответственный Потому что я опоздал на саундчек на 50 минут Прости, Артур Здравствуйте Здрасте Это маски-шоу Здрасте Мы на шабаш Это те самые маски-шоу, которых мы боялись Да, да Вот из-за того концерта в Красноярске меня отменили На память У нас с каждым исполнителем небольшая рекламка происходит У Коли вот две рекламки произошло Подписывайтесь на Нишоу Лекса На Ютубе, подписывайтесь на Андрея Ротосик на Твиче Пожалуйста Наш слон Что ты, что еще? Все должно быть круто сегодня Шабаш Артур, I'm First Phil Всем после моего диджей-сета выскочил мой Прям вот собрат по оружию По выступлению на сцене Человек, с которым мы отъехали весной Тур Это Илюха Мазела Спасибо ему огромное За то, что он влетел вообще Как говорится, не спрашивая в тусовку Я немного стремался ставить его еще в Петербурге Чтобы, так сказать, не наглеть Но Илюха сам проявил инициативу За что ему огромное спасибо Субтитры сделал DimaTorzok После Илюхи Мазелова Выступал Как сказать Я думаю, что топтал танцпол Наверное, самое хорошее выражение Еще один мой хороший товарищ Коля Леда Здорово Здравствуй Можно сразу прорекламировать? Да-да-да-да-да Подойди сюда Я хочу прорекламировать своего друга Подписывайтесь на его канал У него два канала Не Шоу Лекса И Шоу Лекса Подписывайтесь на оба Сколько треков сегодня? Не знаю А времени? Вообще не было Из треков запланированных Какой твой любимый? Конкретно на это выступление Я подготовил песню Которая называется Я люблю бухать И я хочу, чтобы Все люди из гримерки В этот момент Вышли на сцену И пили Алкоголь А ты это всем скажешь? Нет А как они поймут, что надо выйти? Ну, если не дураки, то поймут Я видел тебя на Твиче Недавно Прикинь? Шарил по Твичу Братишкин там И ты рядом с ним Медиагиганта 2 Я стримлю на Твиче Всем привет Никнейм Маратосик Пожалуйста, подпишитесь Мне это очень нужно Раньше я стримил Еще до вас всех Когда вы еще в пробирке были С первой Потом я перестал стримить Где-то года два И начал опять стримить И я думал Ну вот я за год Наверное, очень много настримил Посмотрел У меня 30 стримов за год Спросил у Тохи Сколько у него стримов за год Он говорит 250 Я такой Что, блядь Вы каждый день стримите? Это же как работа уже какая-то Ты же завидуешь всем своим друзьям Что у них больше онлайна, чем у меня? Нет, я стремлюсь их обогнать У меня нет зависти У меня есть стремление Я вообще всем завидую Черной завистью У кого больше подписчиков И просмотров Я тоже Вот, поэтому в целом Я хочу тоже всех выебать Как и ты Но не в плане Что у меня будет больше смотреть А именно выебать в жопу Хочу всех выебать в жопу Моя цель по жизни Выебать всех людей в жопу на планете Парочку вопросов буквально Здесь просто вентиляцию делаем Вы делаете здесь вентиляцию? Да Расскажите, пожалуйста Вот про вентиляцию в этом клубе Она хорошая, плохая Как вы оцениваете по 10-бальной шкале? На 9 На 9 Чего не сли? Клуба, где 10? Да нет, наверное, примерно у всех так же А чего не хватает тогда? Ну, чтобы было 10? Может быть, мы поможем как-то? Ну, вот, например, сейчас на улице Ну, образно говоря, 35 Так Ну, может быть, можно было там воздух охлаждать Как-то посильнее А как вы отнесетесь к тому, что если мы, как популярные личности, волонтеры Откроем стримы свои И будем просить людей донатить деньги Специально, чтобы тут была десяточка ради вас только? Ну, я не против, наверное А вас как зовут? Евгений Евгений Все ради вас Чуваки, я не знаю Если вы до сих пор не в курсе И до сих пор на этом канале за Колю Лиду Бегите слушать срочно все его релизы Потому что то, как он выступает И то, какие у него песни Для позитивного восприятия мира Это просто что-то с чем-то Но, честно скажу На моменте, когда уже Коля выступал На сцене просто баня творилась И плюс он там вообще никого не жалея Начал все это добивать В том числе добивая мою печень Потому что пил я под песню Я люблю бухать Страшно Просто пиздец Мама, ты уже лупи Чего не говори И глазы поделы пить И глазы поделы пить И глазы поделы пить И все в себе понаре Анархия, тупи Романтика, тупи Под черным светом Ты как ели Да заблочеке Я люблю тебя Дальку со смыслом Все видишь, это море Это море Мои свобод Зеленая в тапу Смотри на то лицо Да, это же курок Ура Надо перечиславить Убивай за жизнь Зайти за тебя У меня Уложи Спасти Вперед Мы в берегу и пар Говори туман На самом деле Мы в берегу и пар Все мои друзья Ну а после колли Мы объявили минутный Блэкаут Сказали, что мероприятие Кончилось Но Где-то через минуту На сцену Выкатился Человек Рэйв Человек Вампир Русик Крэйзи Мега Конечно Тюнингованную тачку Я ставил в Москве Вот Свою коляску А тут у меня такая мини Бюджетная версия Я ни разу не выступал Поломанный Поэтому Вот только морально Если Илья Меня все-таки покатит Я его просил Давай я тебе выхочу на сцену Илья Давайте выхочу на сцену Ура Че я там У всех спрашиваю Регионок собирает больше чем Ёбаный Рокет Да? А кто это? Это автор канала Убивай BPM Представьтесь пожалуйста Владимир Кондрашов Все спасибо большое Пить планируешь? Пить? Нет Петь Я боюсь Ну Шатких Движений Неловких У меня ноги устали Да и вот Если Илья Меня будет катать Весь вечер Тогда Кто не скачет Тот не инвалид Как нога? Короче да Звонит мне как-то Паннинг Говорит Нужно снять ремейк Я подумал про жмурки Ну либо даже не думай Первая часть Ну типа Блин One Love Вот Я бы езжаю Мне говорят Раздевайся Все знают Что такое Стоп-видео Да Да Не рекомендую К ознакомлению Ни в коем случае Он говорит Давай ногу Вот и мы сняли И короче Ну Вообще ситуация с Русланом Получилась интересная Потому что Объявяли мы это мероприятие И вообще закладывали Без него То есть как бы В целом После леды Должно было все закончиться Но Руся Мало того Что в начале Лето сломал ногу И вообще не особо Был транспортабелен Скажем так Он приезжал по делам В Петербург Там дописывать Какие-то вещи Несмотря на свою Травму И Руся За пару дней До Шабаша Пишет мне И такой Короче Я хочу выступить Ничего не надо Вот просто Давай выступлю Я такой Конечно На коляске Выступить С рейв музыкой В Авроре Хедлайнер Играет музыка Играет музыка Субтитры создавал DimaTorzok Короче, именно так я, наверное, представлял то, как все это закончится Слов не было, сил тоже не было, дыхания не было В отличие от московского мероприятия, я чувствовал как будто бы удовлетворение Мне очень было приятно осознавать, что все это было не зря С пяти до одиннадцати мы сделали шесть часов кайфа Спасибо моим друзьям, спасибо людям, которые пришли Спасибо организации ГНГ, блять, я сейчас поеду, нахуяюсь дальше А потом на дома уже дозапишу концовку по-человечески Подписывайтесь на канал, жмите ебаный лайк, подписывайтесь на Твиче Все, вы сами знаете, нахуй мне вам что-то объяснять Нужно понимать, что Шабаш, наверное, одно из самых важных вещей, которые я хочу сейчас сделать в будущем И масштабироваться мы планируем проводить новые мероприятия Планируем, если вдруг вам интересно следить за анонсом новых мероприятий Обязательно подпишитесь на соцсети Шабаш, они будут в описании Спасибо ГНГ, спасибо всем артистам, спасибо нашим партнерам из ВКонтакте, которые поддержали нас Я не знаю, чуваки, я как будто во сне каком-то нахожусь, потому что я обычный пацан, я работаю 5-2 Я стараюсь делать дело, которое мне нравится, я пытаюсь давать вам какой-то контент Но последнее время, честно скажу, у меня лютая дизмораль Мне кажется, что я чем-то вот не тем занимаюсь И когда мы делаем Шабаш, мне кажется, что я делаю что-то, что может остаться в истории Как минимум тем, что это не просто мероприятие Это вещь, которой я хочу заниматься Я хочу дарить радость и своим друзьям-артистам, и себе, и зрителям в первую очередь Комьюнити, которые образовываются вокруг этой тусовки Я такого никогда не встречал И поверьте мне, у нас есть планы на будущее Мы знаем, что мы можем делать И мы хотим это делать То, что мы планируем уже сейчас Никогда такого не было в России Ну вот я могу за это точно сказать Я 10 лет занимаюсь музыкой, очень давно катаю концерты И поверьте, впереди только пизже Уже охуенно, но впереди будет только-только лучше Поэтому, ребята, спасибо за просмотр этого видео Ставьте лайки, подписывайтесь на канал Поддерживайте меня, пожалуйста, в моих начинаниях Мне это нужно, иначе я не смогу засыпать по ночам Было супер Было так классно И вот сейчас, пересматривая видосы и этот бэкстейдж Я чувствую то, что мы делаем все правильно Вам нужно просто нас поддержать